В студии Ирина Корчагина, вы смотрите новости. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Жизнь без воды. Жители казенной заимки сравнивают условия своей жизни со средневековьем. Никак не поделят. Эксперты пытаются договориться о будущем парка Изумрудный. Пушкин устами иностранцев. Я вас люблю. Любовь еще быть может. В будущем мои угасли. Как в Барнауле отметили день рождения великого русского поэта. Алтайская делегация во главе с губернатором Виктором Томенко сегодня принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Это одно из главных событий в мире экономики и бизнеса России. В программе подписание соглашения о сотрудничестве между правительством края и крупнейшей в России производственным комплексом легкой промышленности. Кроме того, планируется заключить договоры с СГК правительством Ямало-Ненецкого автономного округа. Главная задача алтайских представителей в Москве – привлечь в регион новых инвесторов. Инвестиции ждут у и жителей казенной заимки. Накануне они вышли на стихийный митинг с требованием дать воду. О многотысячном поселке, который каждое лето страдает от нехватки воды, наша телекомпания рассказывала не раз. Власти еще в прошлом году обещали решить проблему, построив дополнительный резервуар на водозаборе. Но обещания, жалуются жители, в очередной раз осталось на словах. Почему, расскажет Валентина Аскерова. Город засыпается, просыпается, казенная заимка, чтобы набрать воды. Ольга Болкова уже шестое лето подряд ведет ночной образ жизни. Стирает, моется, поливает огород после полуночи. Когда появляется вода, во все остальное время ее просто нет. Воду приходится запасать бочками, но, естественно, пить ее нельзя. Вода приходится закупать, и только на то, чтобы напоить семью, уходит около трех тысяч рублей за лето. А еще надо мыться и поливать огород. Восемь встаешь утра, и воды тоже нет. Как вам такой сюрприз в восемь утра? Ну, конечно, не очень приятно, и поэтому охота, чтобы как-то все-таки город задумался над нашей проблемой. Мы все-таки люди, и нам охота тоже жить в комфорте, а не запасаться, как в какое-то средневековье. И поэтому, ну, не знаем уже, куда обращаться. Это не есть, наверное, по-человечески. Мы же тоже люди, у нас есть дети. Охота прийти домой, принять душ и лечь отдохнуть. Я почему должна ждать 12 часов или часа ночи, чтобы был напор. В казенной заимке проживает около 6 тысяч жителей. В жаркий сезон воды лишается половина. Дело в том, что многотысячный поселок обслуживает лишь одна водонапорная башня, которая не справляется с нагрузкой. А в прошлом году на ней произошло еще и ЧП, из-за чего 3 дня жители были вообще без воды. Это вызвало настоящий бунт в поселке. Тогда власти пообещали решить проблему. Построить дополнительный крупный резервуар на водозаборе. Но обещания остались лишь на словах и у нас в архиве. По итогам конкурсных процедур определена подрядная организация на проектирование и строительство резервуара питьевой воды как раз на этом водозаборе объемом 500 кубических метров. При строительстве такого резервуара проблема нехватки питьевой воды будет решена. Подготовлено техническое задание для проведения электронного аукциона на определение подрядной организации для проектирования этого водозаборного узла, куда входит увеличение накопительных емкостей для питьевой воды. Это тот самый резервуар? Два резервуара. Это будет по 500 кубических метров. В прошлом году подрядную организацию определили, а в этом почему-то вновь определяют. А на вопрос, как так получилось, чиновники отвечают. Было огромное количество работ, которые необходимо было завершить до того, как приступить уже к проектированию. Но люди больше не верят чиновникам. Жители уверены, что если так долго решается вопрос с проектированием, то само строительство может затянуться на долгие годы. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко сегодня освобожден от занимаемой должности. Распоряжение подписал глава города Сергей Дугин. Обязанность Алексеенко пока будет исполнять один из заместителей главы администрации. Кто именно, не уточняется. С чем связано увольнение чиновников, в мэрии не поясняют. Официальная информация о проведении каких-либо следственных мероприятий с силовыми структурами в отношении Алексеенко в администрацию города не поступало, заявила в пресс-центре мэрии. В главной воздушной гавани края требуется масштабная реконструкция. Речь идет в первую очередь о взлетно-посадочной полосе. Ремонт назрел давно, полотно уже отслужило два полноценных срока. Правда, закрытие аэропорта тоже нельзя. Ежедневно в Барнауле приземляются и улетают десятки самолетов. Есть еще один вариант строительства полосы по соседству. Как развивать воздушную гавань краевой столицы обсуждали сегодня депутаты. О плюсах и минусах ремонта Кирилл Политов. Вот такую картину сейчас наблюдают пассажиры всех самолетов, которые взлетают и заходят на посадку в главном аэропорту края. Стыки и заплатки. Это раньше, говорят сотрудники аэродрома. Ремонт проводили всем известным ямочным способом. Такой метод ушел в прошлое, сейчас меняют много и широко. Вот только текущий, это все же не капитальный. Похоже, настало время для новых взлетов. Опять же, сошлюсь на сроки, указанные в исследовании вот этого, назову Лена, проекта. Они называют 24-й год, если ничего не делать, наступление критического состояния взлетно-посадочной полосы, когда ее нельзя будет эксплуатировать. Все полотно, словно пирог, поделили на шесть частей. Каждый год меняют по одной. Так в прошлом отремонтировали кусок объемом 14 тысяч квадратных метров и стоимостью более 13 миллионов рублей. В этом объемы примерно те же. Работы вели в мае, исключительно днем, как здесь говорят, в так называемые технологические окна. График не сбился. Если говорить о масштабной реконструкции, то тут и сроки больше, и суммы. Деньги ждут из Москвы. Местные власти обещают помочь. Виталий Михайлович сказал, чисто организационные вопросы. Работа с федеральными структурами, работа с правительством Российской Федерации по принятию соответствующего решения по ремонту нашей взлетно-посадочной полосы. Есть еще один вариант рядом с уже существующей взлеткой построить абсолютно новую. Сейчас разрабатывается проект. Примерная стоимость 2,5 миллиарда рублей. Это на 600 миллионов дороже ремонта. Правда, есть плюсы. Не нужно будет закрывать аэродром. К тому же полоса позволит принимать самолеты большей вместимости. Выбор остается за правительством страны и лично за премьер-министром Дмитрием Медведевым. Пока же крылатые машины вынуждены прыгать по стыкам и заплаткам. Кирилл Политов, Алексей Фризин. День с толком. В Алтайском крае увековечили память Александра Гукова, известного и успешного фермера и депутата АКЗС, который умер в марте этого года. Губернатор Виктор Томенко утвердил региональную премию за верность профессии имени знаменитого земляка. Александр Гуков всю жизнь развивал сельское хозяйство. Урожайность его полей всегда превышала среднерайонную в два раза. Для сбыта продукции он наладил выпуск макаронных изделий и ежегодно увеличивал продажи. 13 раз был директором года, носил звание лидера экономики края. Премии его имени будут поощрять работающих сейчас и ушедших на пенсию глав фермерских хозяйств за значительный вклад в развитие села. Ежегодно по 125 тысяч рублей будут присуждать трем руководителям. Возможно, когда-то присудят премии, поднявшему с колен этого гиганта. А пока вокруг Изумрудного не утихают споры. Председатель рабочей группы с одноименным названием «Парк Изумрудный» Павел Тулин заявил о готовности к объединению трех концепций развития этой территории. Он собрал пресс-конференцию, где объявил, что группа архитектора Анисифорова уже готова объединить проекты. Решение осталось только за авторами и сторонниками третьей концепции. Предложение выслушал Андрей Дрейер. Взять лучшие трех концепции и всех примирить – новая идея Павла Тулина. Ради нее бизнесмен и собрал пресс-конференцию, где дипломатично объявил, что раз все три лагеря болеют за парк, то можно и объединиться. По словам Тулина, у него уже есть сторонники. Петр Анисифоров уже принял наше предложение, и мы работаем совместно. Наши более молодые коллеги еще думают, но я очень надеюсь, что мы сможем найти некие компромиссные решения, чтобы объединить свои усилия. И все же концепция Тулина в его выступлении оставалась центральной. По мнению бизнесмена, парк должен быть местом активного отдыха и спорта. Нужно отвезти часть территории под. Открытый бассейн, большой спортивный комплекс, фитнес-центр, различные спортплощадки. Оппоненты говорят, в этом плане слишком много строительства, что испортит облик парка. Но бизнесмен готов работать под контролем независимых наблюдателей. Мы призываем к созданию наблюдательного совета, в который должны зайти неспокойные люди, неравнодушные, и самое главное – профессионалы. Это должны быть эксперты-архитекторы, это должны быть экологи, это должны быть общественники и предприниматели. Поспешное стремление всех примирить Тулин объяснил просто. Если до октября не прийти с готовым проектом в правительство края, то в бюджет следующего года не попасть. А значит, еще один год будет потерян. При этом, по словам Тулина, на все задуманные строительные работы может уйти максимум два года. Напомним, 28 мая общественники встретились, чтобы решить вопрос о возрождении парка. Были представлены три разных проекта. Первый отстаивал право парка остаться в нынешнем виде, который просто нужно обновить. Два других проекта предполагали глобальное преобразование, но за счет средств из разных источников – либо частных инвестиций, либо господдержки. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком. Во всей стране сегодня звучит поэзия. Четырех лучших часов произведений Пушкина наградили в Барнауле. В день рождения поэта уже седьмой год подряд проводят конкурс «Город читает Пушкина». В этом году в нем участвовало более 600 человек от 5 до 72 лет. Это он. Вот речь его. А я, забыв могильный сон, невидимо взойду и сяду между вами. Несмотря на то, что призовых мест было только три, победили четверо. 11-летнему Сереже Дюжину участие далось нелегко. Третье место он разделил с Тимуром Вартаняном. Ну, сначала учил стих, наверное, где-то неделю. Позже я уже работал над выражением. Но это уже было потруднее. Ну и еще самое трудное было выбирать стихи. А иностранные студенты медицинского университета сегодня устроили пушкинский открытый микрофон и даже вышли на улицу, чтобы напомнить жителям Барнаула произведение великого классика. Дарья Демиллер слушала стихи образца русского литературного языка из уст иностранцев и не только. Барна Демиллер слушала стихи образца русского литературного языка. Студенты читают стихи Пушкина, читают стихи на своем родном языке и на русском, конечно же, потому что это праздник прежде всего современного русского литературного языка. Примерно 80 человек приняло участие в этой акции. Иностранные студенты у нас из арабских стран. Это Египет, Ирак, Индия, Греция есть и Нигерия. Сегодня мы делаем здесь, отмечают пушкинский день рождения. И что вы раздаете? Это стихитоарение для людей. Можете прочитать? Не, я занят. Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Пока иностранные студенты медицинского вуза раздают карманные версии стихотворения Александра Сергеевича Пушкина нашим горожанам, мы попробуем выяснить у них, вспомнят ли они что-нибудь наизусть. И сделать это мы решили недалеко от памятника Пушкину. Давайте с вами вместе вспомним какое-нибудь его стихотворение наизусть. Давайте я первую строчку, а вы продолжаете. Булукоморье. Дуб зеленый. Золотая цепь висит на нем. Я к вам пишу. Я к вам пишу, чего же боли, что я могу теперь сказать. Теперь я знаю ваши воли, меня презрением наказать. Сможете нам рассказать что-нибудь? Ничего не могу. Буря мглая. Небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверя назовоет, то заплачет как дитя. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная молва. Ну, пожалуй, это все. Далее о погоде. Спонсор прогноза компании Валар. У меня к этому часу все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин